Приветствую, друзья! Я и наша семья кулинарного канала здесь, чтобы помочь вам. Вы рассказываете нам о ваших проблемах на кухне, а мы раскрываем вам секреты и показываем приемы, которые навсегда изменят вашу поварскую технику. Хорошо, друзья, как приготовить идеальный йоркширский пудинг? Давайте поговорим об идеальном Йоркшире. Чудесная маленькая вещь. Можно есть с соусами, прекрасно с жаренными блюдами, хрустящий снаружи и воздушный внутри. Давайте готовить. Сперва большая миска, венчик и нужно 4 яйца. Я использую свежие органические яйца, и я их взобью. Я взял большую миску, чтобы можно было легче насытить их воздухом. Затем добавляем 200 мл молока и 200 г пшеничной муки. Можете не просеивать, но так кляр становится легче и не образуются комочки. Так что взбиваем как следует. Видите, как замечательно все получилось. Щепотка соли, и больше ничего не надо. Это основа. И теперь обратной стороной ложки. На ней не должно быть комочков, и кляр должен быть тягучим. Тесто приготовлено. А вот теперь я перелью из миски, в которой отлично готовить тесто, в кувшинчик, потому что он идеален для быстрого заполнения форм. Это следующая важная часть, о которой поговорим через минуту. Я использую подсолнечное масло, можно рапсовое, не важно. Любое растительное масло, которое держит высокую температуру. Нужно по одному сантиметру в каждой формочке, так что я наполню вот эти три. И вот что я сделаю. Аккуратно перелью масло по всей форме. И в конце концов у вас будет абсолютно одинаковое количество в каждой формочке. И я знаю, что вы думаете. Да, легко, по крайней мере, я так думаю. Теперь разогреваем духовку до 190 градусов. У меня там уже все готово. Разогревалось 15 минут. Вынимаю мое уже разогретое масло. Оно очень горячее. И теперь буду наливать кляр. Используйте ложку. Если не хотите забрызгать тестом к краям формочек. Просто что может случиться? Наплывы, которые пригорят к краям формочек, просто будут мешать пудингам подниматься, в общем-то. И что происходит? Горячее масло уже начало готовить кляр. И когда поставим это в духовку, температура масла начнет выталкивать тесто за края, и оно начнет подниматься. Хорошо, возвращаем в духовку. Закрываем дверцу и больше не трогаем. В духовке должны быть только пудинги. Готовим 20-25 минут, пока они не подрумянятся и не станут замечательными. Вам понравится. Ну-ка, детки. Да. Вот я считаю, друзья, что вот это идеальные йоркширские пудинги. Можно сделать их больше, добавить больше масла, но, думаю, тогда они станут слишком сухими. Мне нравится этот размер. Нравится баланс хрустящести снаружи и мягкости внутри. Посмотрите, просто превосходно. Я покажу вам, друзья, кое-что потрясающее, что можно сделать с этими пудингами. Кое-что не совсем обычное. У меня тут копченая семга. Выкладываем либо на доску, либо на тарелку. А вот к этому я приготовлю простой соус. Можно взять сметану, либо йогурт, либо крем-фреш. Чуть взбить. И я добавлю сок одного лимона. Вот это свежий корень хрена. Хрен этот мы очистим. Слегка натру на семгу. Чуть припорошу. Что мне в этом нравится? Это и жгучесть, и легкость. Прекрасно. Просто перемешаем. Порву немного укропа и посыплю сверху. И затем свежеиспеченные горячие йоркширские пудинги. Наполняем их острым сметанным соусом с хреном и хороший кусочек семги. Осталось только выкроить тихую минутку для этого чудесного сочетания. Да хватит болтать. Если вы не подписаны на кулинарный канал или на канал напитков, подпишитесь. Это бесплатно. Мы вас любим. Заходите к нам, друзья. Если понравилось видео, делитесь им в соцсетях. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok